Режиссером картины является Елена Лисасина. Это дебют полного метра. Профессионал, человек, который очень глубоко понял эту тему, вжился. И поэтому я очень благодарен Лене, что она поняла эту тему, поскольку этот фильм я вынашил, наверное, больше года, с прошлого года. Хочу пригласить Джунусу Анару, нашего критерного продюсера, Анну Чекиртову. И наш актерский состав. Чингиза Капина, Карина Жумалиевна. Давайте Катерина Григоренко. Кто еще у нас есть? Дмитрий Анатольевич, подойдете? Наш сценарист, автор сценария Дмитрий Богомолов. Спасибо. Я подумала, Медведев сейчас придет. Дмитрий Анатольевич. Он участвовал в серокомпании Владимира Владимировна Путина. Ну, в общем-то, да. Но я не ошиблась. И Экспо-2017. Астана Экспо. Я хотел бы передать слово, наверное, нашему режиссеру, постановщику Елене. Да, конечно. Всем здравствуйте. Меня зовут Лена. На самом деле мы только в понедельник закончили съемки. То, что вы сейчас видели, это нарезка. Это не тизер, это нарезка из-за материала, который был после полутора недель съемок. Поэтому мы только закончили основной съемочный период. И нам предстоит, в принципе, достаточно большой период постпродакшена. Но мы в себя верим. И мы уверены, что кино будет классным. Я думаю, что оно понравится. И нам сильно повезло с актерами. Эти актеры сделали кино. Поэтому приходите, смотрите. И я думаю, вы получите большое удовольствие. Я очень рада, что наконец-таки в нашем кинематографе снимают кино женщины. Немножко, я так сказала, сразу было гендерное разделение такое. Мне кажется, у профессии режиссер нету, да, в смысле нету пола. Поэтому я думаю, что кино вам понравится. Потому что она по-настоящему снята. Если бы вы не знали, кто бы это снял, вы бы не поняли, что это была девушка или женщина. Я рада, что приняли участие. Во-первых, я хочу сказать, что Лена моя однокурсница. Мы учились вместе во ВГИКе. И Чингис тоже, он сюда попал по блату. Я всем это говорю. Да, в ВГИКе. И все мы учились по балашаку. Мне кажется, это тоже нужно отметить. И я очень рада, что с нами работал Дима. Да. Ну и я рада, что у нас были такие красивые девушки. Смотрите, и у них новые лица. Потому что во всех фильмах наших в последнее время очень одни и те же актрисы, которые немножко приелись, если честно. И мы вот очень долго искали. Да, очень долго искали. И посмотрите, какие у нас девушки красивые. Первый раз снимаются. И очень становятся... Я надеюсь, что они станут тоже такими же знаменитыми, как наши предыдущие актрисы. Вот. Предыдущие. Я думаю, да, что теперь актеры тоже... А, Чингис, давай. Ты скажешь. Что я могу сказать? Фильм хороший. Не говори, только это будет хорошо. Да-да-да. Для меня это большой был опыт, потому что я вообще живу в театре. И так сложилось, что в этом году кино повернулось ко мне. Я очень рад, что случился этот проект «Финансист», потому что здесь я действительно поработал с людьми, с которыми учился вместе. И для меня это было большим удовольствием. Я познакомился с прекрасными дамами, которым передаю свой микрофон. Хочу сказать о том, что это мой дебют в полнометражном кино. И для меня сейчас очень идет волнительный период, потому что я не знаю, как воспримут меня зрители, понравлюсь ли я им, будут ли звать меня в дальнейшем на какие-то проекты. И поэтому хочу отметить то, что мне повезло на самом деле работать в этом проекте. Это будет масштабный и очень необычный проект. Хочу сказать огромное спасибо режиссеру проекта, потому что на самом деле это восхитительная просто женщина, которая может поговорить с тобой по душам, как и о личных проблемах. И она являлась, Елена Лисасьевна являлась мне наставником в течение всего проекта, учила меня каким-то новым актерским навыкам, помогала мне, развивала мои актерские способности, и за что ей огромное спасибо. Я здесь научилась очень многому. И спасибо вообще всему этому проекту, актерам. Мне повезло с актерами, с коллегами. Надеюсь, что... Не надеюсь, я верю, что это будет очень хороший проект. Я надеюсь, что вы все придете на пример нашего фильма. Мы очень старались. Будем ждать вас. Хотел бы тоже выразить вообще большую дань уважения киношникам, всем нашим, да любым. Потому что оказалось, что делать фильмы – это сложновато. Это тоже дебют мой сценарный, да. И страшно, страшно, в общем. Я сижу и понимаю, что у каждого есть свои проекты, свои дети и так далее. И все равно, да, это очень страшно. А второе, я хотел сказать, что у каждого продакшена, у каждого коллектива есть вот этот паровоз. То есть, да, большой длинный состав, у которого есть паровоз. И в нашем составе ведущую роль, ведущего вот этого паровоза играл большой Лена. Лена – это тот паровоз, который вывез вообще нас. И работает он не на каком-то угле, понимаете, вторичном, а там какое-то термоядерное топливо. Вот, спасибо вам всем большое. И Лене тоже огромное спасибо. Ничего не принимаю.